Давненько мы с вами ничего не записывали, пришла пора добраться до демона системных логов по сертификации LPI. Это с практической точки зрения очень полезное занятие, потому что мы разберемся с тем, как у нас ведутся журналы событий в Linux. Это традиционно такая пугающая тема для новичков, потому что там набор файлов, непонятно где они лежат, что в них записывается и по какому принципу. LPI у нас предполагает то, что мы начнем с вами с базового демона CISLOG, который сейчас уже практически нигде не используется. У нас в современных системах R-CISLOG, CISLOG-MG, об этом мы поговорим на следующих занятиях. Мы сейчас разберем конфигурацию базового демона CISLOG, чтобы потом нам было попроще разбираться с текущим состоянием ведения вот этой службы событий. Примеров того, где нам это может пригодиться, куча на самом деле, потому что очень часто Linux ведет себя не так, как мы ожидаем. И проще всего разобраться в причинах такого поведения, это покопаться в логах. Нужно только понимать, что, как, куда записывается и иметь возможность изменить эти стандартные настройки. Об этом и текущее занятие. LPA предполагает, что мы с вами должны будем разобраться с тем, как у нас конфигурируется стандартный демон CISLOG, поговорить о том, какие у нас бывают источники и приоритеты событий, и о том, как записывать события на удаленный сервер. Это тоже мы стоим рассмотреть сегодня. Нужно сказать то, что у нас и в Windows все то же самое есть, но не разве это так. То есть в Windows, если говорить о записях событий на удаленный сервер, у нас тоже есть такая возможность, называется она подписка событий. То есть мы можем настроить Windows сервер 2012 и отправлять события куда-то и принимать их. У вас появляется просто отдельный журнал, в который вы все это записываете. Linux тоже это все делает, только более прозрачно. И вот сейчас будет, давайте посмотрим на слайд об источниках событий и вообще стандарте конфигурации. Значит, конфигурация демона CISLOG выглядит так. Мы пишем для каждого источника событий указанный приоритет событий и куда, собственно, такие события отправлять. Ну, это экшн, по идее, называется назначение, но и что делать с событиями. То есть источник, точка, приоритет, пробел, назначение. Значит, источников у нас может быть в Linux много, там, по-моему, их 20 с чем-то штук. Я просто здесь слева вывел такие самые популярные. Это события аудификации, события планировщика, ядра и так далее. То есть их бывает много. Еще нужно сказать то, что бывают локали, но это, наверное, когда мы сейчас посмотрим демон, конфигурацию стандартного демона, поглядим. Интереснее с приоритетами. Я даже выделил, вы видите, в табличке с жирным цветом. Значит, в Windows у нас есть всего три вида событий. Это информационные события, такая голубенькая i в белом кружочке. Предупреждение, это такой восклицательный знак на желтом тригольничке. И ошибки, это беленький крестик на красненьком кругляшочке, вы все видели. Три приоритета событий. У Linux у нас событий намного больше, видите, здесь восемь штук. У нас есть чрезвычайная ситуация, у нас есть тревога, у нас есть критическое событие, ошибка, предупреждение, замечание, информация и события отладки. То есть у нас события бьются не на три вида, как в Windows, а аж на восемь штук. И справа примеры назначений, куда мы можем записывать события. Мы можем записывать их стандартно в журнал событий, можем вводить сразу в консоль, можем передавать по конвейеру в следующей команде через pipeline, можем отправлять в удаленную систему, можем отправлять группе пользователей, всем пользователям залогиня на данную систему и так далее. Значит, давайте, наверное, запустим виртуальную машину и разберемся с тем, как это все работает. Итак, из-за того, что современные системы у нас ведут журналирование событий другими совершенно демонами, мне пришлось установить CentOS H5 версии, потому что современный CentOS тоже использует R-Syslog, а не простой Syslog. Но мы зато здесь можем понять истоки того, что у нас происходило в Linux на тот момент и как работал демон Syslog. Значит, у него очень простой файл конфигурации, я уже работаю с подру, мне не нужно писать никакие sudo, syslog.conf. И вот как выглядит у нас вариант того, как могут записываться события. Стандартный файл конфигурации демона системных событий, то есть тут у нас конфигурируется то, как он себя ведет. По умолчанию, вы видите, у нас закомментирована строчка, которая говорит о событиях ядра. У нас вначале стоит решеточка. Тем не менее, вы можете видеть, что если мы откомментируем эту решеточку, то у нас будет написано Kern, источник событий, ядро, то есть точка звездочка. Точка звездочка говорит о том, что это событие с любым приоритетом. То есть все события от ядра у нас будут записываться в dev.console, на устройство консоль, то есть будут выводиться в консоль сразу пользователей. У нас эта строчка по умолчанию закомментирована. Дальше есть у нас раскомментированная строчка, которая говорит о том, что у нас, вот здесь вначале у нее звездочка. Звездочка.info говорит о том, что все информационные события, к слову сказать, информационные и важнее, mail.nan, autopriff.nan, cron.nan, это значит никакие из этих событий, никакие из почтовых событий, никакие события из autopriff. Сейчас скажу, что это такое. И никакие события из планировщика следует записывать в стандартный журнал var.log.messages. Еще раз, точка. И вот этот вот приоритет событий говорит о том, что нужно записать этот приоритет событий и все события, у которых приоритет выше. То есть все информационные события отовсюду и все события, которые важнее информационных, будут записываться в var.log.messages. Auspriff это отдельные события, которые тоже относятся к аунтификации, такие же, как и обычные, у нас там ниже они должны быть, обычные события аунтификации, только тут может быть такая чувствительная информация, например, какие-то логины, пароли, которые нежелательно записывать в общий журнал событий, поэтому они сюда не ведутся. И для Auspriff у нас вот здесь ниже, вы видите, есть отдельная строчка, которая говорит все события, об этом говорит эта вот девочка, то есть все виды событий из источника событий Auspriff записывать в отдельный журнал var.log.secure. Это защищенный журнал, защищенный он тем образом, что по умолчанию на него установлены такие права доступа, что его читать может только Руд. Ну так было на тот момент, сейчас я не знаю, так еще или нет. Когда будем делать следующее задание, занятие по современному, я всеслогу подведем. Так же эта строчка осталась или нет. Далее, все виды событий от почты, mail, нужно записывать в журнал var.log.mail.log. Вот здесь в начале есть минус. Минус говорит о том, что вот этот вот журнал var.log.mail.log после использования не нужно выгружать из оперативной памяти, то есть всегда в оперативке иметь его кэш, потому что если у нас есть с вами какая-то почтовая система, почтовый сервер, она будет часто записывать события в mail.log, и вместо того, чтобы туда-сюда загружать в оперативку, мы сразу рекомендуем держать этот файл в оперативке, чтобы операционная система сразу могла работать с кэшем этого файла в оперативке. Тут есть один минус, то что если вдруг у нас, не знаю, какая-нибудь паника, ядра случится, какая-то аппаратная ошибка из системы вылетит, то те события, которые находились в кэше, в оперативке, они не успеют сбросить на жесткий диск. Но зато намного быстрее будет работать система. Далее строчка у нас есть. Все события планировщика, звездочка, крон.звездочка, мы кидаем в отдельный журнал крона, в Arlo.cron. Затем у нас есть отдельная интересная строчка. Все источники событий, если они выдают тип событий emergency, то есть чрезвычайная ситуация, максимальный приоритет, у нас вот здесь вот есть такая звездочка, куда выводить события звездочка. Звездочка – это каждый пользователь получит сообщение о чрезвычайном событии, то есть сказать об этом всем. Далее у нас здесь есть с вами вот отдельный еще источник событий, EUCP, не буду сейчас вам про него говорить, и news.crit, опять, то есть те события, которые относятся к источнику событий новости, которые являются критическими и выше, те нужно отправлять в Arlox Pooler. Я говорил уже вам то, что вот эта вот точка, и когда конкретно что-то написано, это значит такое событие и выше. Если вы хотите, чтобы у вас использовалось только такой тип событий, вам нужно написать равно крит. Тогда будет у вас записываться в этот же у нас событий только критические события. Но это редко используется, потому что если вы хотите получать критические события, то вы, скорее всего, захотите получать и чрезвычайные события тоже. Поэтому обычно пишется точка что-то, и по умолчанию считается и выше. И вот здесь ниже находятся у нас локали. Локали это так называемые теги. Значит, по умолчанию у нас есть с вами 8 локалей, по-моему, еще в этой теме LP мы об этом не должны говорить, но мы уже в практическом администрировании в плейлисте использовали их, когда настраивали, по-моему, DHCP. Значит, локали это метки от 0 до 7. Вы можете присваивать эти метки каким-то событиям. Например, если вы установили DHCP сервер, вы можете ему сказать, чтобы он записывал свои события, используя, скажем, локал 5. И тогда у вас в журнале событий, в стандартном, в котором хранятся все события, будет информация о том, что это событие имеет такую-то метку. И в данном случае, вот в этой строке, в конфигурации написано, что все те события, которые помечены как локал 7, они будут записываться еще и в журнал загрузчика, в будлок. Дело в том, что у нас события загрузки по умолчанию метятся вот этой вот седьмой локалью. И мы можем с этой седьмой локалью сделать дополнительное действие, записать ее в отдельный журнал. Точно так же, как мы делали в практическом администрировании для DHCP, мы записывали в отдельный журнал события, посвященные DHCP. Допишем к конфигурационному файлу сислога теперь задачу, которая будет позволять ему отправлять события куда-то. Опять же, сейчас у нас используются более современные демоны, поэтому мы проверять эту ситуацию не будем, я просто покажу принципы ее работы, а проверять уже будем на современную хубунту, как это все работает. Значит, для сислога это выглядело вот так. Точно так же мы пишем источник событий, например, все события пользовательского уровня, все, что относится к источнику событий юзер, то есть точка, звездочка, любой приоритет событий. Отправлять, давайте я табом докручу до сюда, собака, на машину, скажем, 192, 168, 0, какая-нибудь 15. Есть у меня сервер, который я использую для логов. К слову сказать, раз мы здесь уже находимся, вот эти вот папки, варлок, варлок, то, варлок, все, они раньше монтировались на специальные какие-нибудь быстрые носители, то есть если у вас есть какой-то действительно сервер, который пишет постоянно много информации, вот этот варлок, вам нужно вот эту папочку вар примонтировать, допустим, в каком-нибудь SSD диску. Но сейчас диски и так как бы быстрые, но если вы совсем заморачиваетесь по производительности, то вот эти журналы, у них постоянно пишется много информации, их можно хранить на быстрых дисках. Тут у нас по умолчанию все хранится в моей виртуальной машине на одном диске. Так вот, все события юзера надо отправлять на машину 0, вот там 15 и все. В этом как бы заключается настрой. Теперь должен сохранить это событие, escape, z, и перезапустить демон. Сервис, syslog, restart. Ну или reload, чтобы конфигурация применилась. Все, теперь у меня все события, которые относятся к пользователю, будут отправляться на определенную машину. На другой машине, на той, на которой мы хотим принимать эти события, нам нужно с вами изменить способ запуска syslog. То есть по умолчанию у нас в разных операционных системах это делается по-разному. Сейчас предположим, что мы находимся на другом центре, и я хочу научить его принимать наши события. Значит, для этого мне нужно изменить его файл конфигурации. Он у нас находится в папочке sysconfig, syslog, это все еще центра с пятой. И здесь у него есть много опций. Вот в частности, вот здесь вот наверху, видите, он пишет, что минус R включает возможность приема событий от удаленных машин. То есть вот здесь вот, syslogoptions, нам просто-напросто нужно дописать add минус R. Вот так вот. И у нас удаленный сервер будет принимать вот эти вот события. То есть тот сервер, у которого в syslogdemon указана вот такая вот минус R. То есть теперь удаленный сервер, на котором мы сейчас якобы находимся, после того, как мы перезапустим службу, сможет перезапустим, начать принимать события. На той же машине, на которой мы настраивали отправку сообщений, предположим, что у нас все-таки это две разных машины, как будто я вернулся на первую, мы можем использовать программу Logger. Есть такая программа Logger. Вот она. Которая позволяет нам управлять модулем системных событий. У него очень много различных интересных задач. В частности, он у нас умеет записывать сообщения, куда-то отправлять сообщения, помечать сообщения и так далее. Мы сейчас воспользуемся стандартной его опцией Logger. Создай событие. Минус P. Создай событие от пользователя. Допустим, юзер. Событие. Тип события. Ворнинг. Предупреждение. И, ну, какое-нибудь сообщение. Please. Help. И сейчас у нас это событие будет сразу отправлено на тот удаленный сервер. Опять же, я не стал заморачиваться с двумя древними Центусами, показывать, как это все работает. Я вам покажу ножевой Ubuntu. И, видите, я написал user.warn. Где-то я там написал .r. То есть, если говорить о нашем слайде, в котором я целиком и полностью написал каждую строчку. Ворнинг, там, эррор, критикал и так далее, то тут мы можем использовать и делать сокращение. .warn, .r, .crit и так далее. Я вам, пожалуй, сейчас к видео брошу ссылочку на какой-нибудь исторический мануал к демону Syslog, если вы вдруг захотите его понастраивать, чтобы вы точно знали синтаксис, как что сокращать. А так мы все с вами посмотрели. То есть, был такой стандартный демон записи событий Syslog. У него был файл конфигурации, в котором мы указывали, что, какие события, с каким приоритетом, куда мы отправляем. И у него была возможность отправлять куда-то сообщения, какие-то события, и принимать по сети эти сообщения. В современных демонах немножко сложнее настраиваться до отправки и получения. Там и порт указывается, и способ соединения. У Syslog все было просто, выглядело вот так.